В Наринмаре прошел митинг, посвященный участникам Великой Отечественной войны, воевавших в составе олено-транспортных батальонов. О подвигах оленной армии снято несколько фильмов, поставлено театрализованное представление, написаны книги. А в 2013 году учреждена региональная памятная дата, которая ежегодно отмечается 20 ноября. Великой Отечественной войны Это герои Карельского фронта. Их сражение за победу началось 20 ноября 1941 года. Тогда в округ пришло секретное постановление о мобилизации олено-транспортных батальонов. В условиях Крайнего Севера только оленя-упряжка была способна перевозить раненых по глубокому снегу, доставлять продовольствия и боеприпасы в отдаленные гарнизоны, пограничные заставы на аэродромы. Для этого в Ненецком округе были мобилизованы 6 тысяч оленей и 600 оленеводов, из которых сформировали 5 олено-транспортных эшелонов. Один за другим они отправились к западной границе государства. Среди ушедших на фронт был Ирочев Анисим Захарович. Как рассказывает его сын Иван Анисимович, оленеводы два месяца готовились к тяжёлому переходу до Архангельска. Отца назначили бригадиром стадо второй команды 4-го эшелона. Провожали мужчин из Коткина. Гуляла и плясала вся деревня. И они благополучно дошли до Архангельса. Были большие трудности, но все они были преодолены. И отец 4 года участвовал в войне в составе оленного транспорта Карельского фронта. Вернулся домой только в октябре 1945 года. А я родился в 1942 году. Отца увидел только в 3,5 года. Вот такая история. А потом наша семья ещё выросла. Родители вырастили 10 детей. Все они живы-здоровы и живут со своими семьями в разных уголках нашей России. Всем, кто погиб и не возвратился домой, посвятили небольшую театральную постановку. Это отрывок большого спектакля «Мы сбережём святую память», премьера которого прошла в 2014 году. Пётр Литков, у которого в семье погибли 4 человека, сыграл своего земляка-фронтовика. Становишься старше, тем больше понимаешь, что без этого никак нельзя. Память надо сохранять, передавать. Пока жива память, живший человек. Это же самая простая аксёва, правильно? Валентина Чебичек, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова